Всем привет! Меня зовут Анна Тюмерова. В прошлых видео мы с вами делали веточки Илекса и веночек-основы из прутьев Ива. Сегодня я предлагаю продолжить эту тему и уже с этими заготовками сделать вот такой вот рождественский веночек. Этот веночек будет великолепным украшением вашей комнаты на рождественские и новогодние праздники. За основу моего венка я возьму венок, который мы плели совсем недавно. Он у меня высох и теперь можно с ним работать. Ширина моего веночка 22 сантиметра. Такой ширины будет моя основа. Еще я беру вот такой лапник. Это искусственные веточки ели. Они у меня примерно 11 сантиметров высотой. Есть разные, есть вот такие одинарные 10 сантиметров высотой. Можно взять разные, какие у вас есть. Главное, чтобы была ель, сосна или что-то из хвойных деревьев. У меня это вот такие веточки и с ними я буду делать как раз веночек. Еще я приготовила множество маленьких веточек с ягодками, веточки Илекса. Мне кажется, с ними веночек будет очень красивый. Высота моих веточек примерно 10 сантиметров. В основном я беру такие ветки, которые в пределах 10 сантиметров или совсем чуть-чуть повыше. Для моего веночка они будут все такие. Они могут быть одинарные вот такие с одной веточкой, могут быть с двумя веточками. Можно сделать разные для того, чтобы веночек был красивый. Вот такие веточки делаем. Если вдруг вы не делали, переходите по ссылке в правом верхнем углу, и вы найдете мастер-класс по таким веточкам. Еще у меня есть вот такие искусственные веточки эвкалипта. Их я тоже буду применять в этом букете. И что мне нравится в этих листочках, это то, что они таких приглушенных зеленых тонов, не слишком яркие, что великолепно подходят для зимнего букета и для зимнего веночка. Вот такие веточки я тоже буду использовать в этом букете. Если вдруг у вас нет, то вы можете найти либо в каких-то интернет-магазинах, в магазинах по рукоделию, или сделать такие веточки из гофрированной бумаги, и это тоже будет смотреться очень красиво. Если вы вдруг не находите именно листочки эвкалипта, возьмите другие листья более приглушенных тонов, и это будет смотреться тоже супер. И еще я возьму вот такую красную ленточку, специальную зимнюю с глиттером. Она будет великолепно смотреться в нашем веночке и создавать изыска самому венку. Ширина моей ленты 4 сантиметра, и она с таким металлизированным краем. Если я загибаю эту ленточку, я могу продавать любую форму. этой ленте и петелькам. За счет того, что край такой немножко металлизированный. Но больше всего мне эта ленточка нравится именно за счет того, что она вот так вот сверкает глиттером, и она действительно по-настоящему новогодняя. В принципе, здесь подойдут и атласные ленточки, или ленты из мешковины. Начинаю я с того, что определяюсь, какая сторона веночка мне нравится больше всего, и какую часть этого веночка я хочу оставить таким же красивым и виднеющимся ветками, а какую часть я задекорирую. Здесь у меня будет свободный край, и будут виднеться также веточки. А левую сторону я буду декорировать. Я беру лапник и раскладываю его таким образом, чтобы создавать уже какой-то узор. Распределяю его вот так вот по букету. И после того, как я определяюсь, куда я буду его клеить, я наношу термоклей и приклеиваю прямо к веночку. Веточки у нас с вами высохли, поэтому все будет хорошо держаться. Термоклей замечательная вещь, которую очень сильно выручает в рукоделии. И здесь я добавлю еще одну веточку с тремя такими веточками ели. И одну еще наверх. После того, как я распределила по веночку веточки ели, я начинаю декорировать эту веточку вот такими листьями эвкалипта. Для этого я беру эвкалипт, наношу на кончик термоклей на веточку эвкалипта и вставляю эвкалипт между веточками ели. Просто в хаотичном порядке, так как, на мой взгляд, это будет красиво. Приклеиваю я эвкалипт между веточками ели и внутрь самого веночка. Так, чтобы снаружи получилось очень элегантно и основание этих веточек эвкалипта, чтобы не было видно. Распределяю эвкалипт полностью между веточками ели, куда мне хочется, куда нравится, чтобы он был очень-очень красивый. Сейчас получается вот такая красота. Теперь задекорируем веночек ягодками. Вот такие ягодки мы с вами приготовили и с ними будем декорировать сейчас веночек. Добавляю я эти ягодки между веточками ели и листьями. За счет того, что веточки у нас на проволоке, мы можем их сгибать и продавать им нужную форму. Смотрите, как красиво сразу получается. Букет у нас сразу заиграл яркими красками. Вообще веточки эрикса всегда смотрятся в букетах, особенно рождественских, новогодних. Так эффектно. Я обожаю веночки с эликсом. Вообще букеты в целом. Если у меня будет время, и я успею заснять для вас мастер-класс, то я обязательно покажу еще, как с ними можно делать букеты. Сейчас получилась вот такая красота. И точно так же мы декорируем с другой стороны. Если вы уже посмотрели мастер-класс, как делать эти веточки, то вы понимаете, что это делать очень легко. И можно задекорировать такими веточками эликса. Много чего. И просто поставить их в вазу. Это тоже будет очень красиво. И нам осталось сделать бантик. Для бантика я беру вот такую ленточку и формирую из нее петельки. Так, чтобы вместились они посередке, чтобы они были не слишком высокие. Концы отрезаю. Сами петельки я приклеиваю при помощи термоклея друг с другом, чтобы они не расходились. Формирую красивые воланы, такие красивые переходы. Здесь мы сделаем вот такой надрец, чтобы смотрелось прикольнее. И приклеиваю вот сюда вот такой бантик. Но мне кажется, одного бантика здесь будет маловато, поэтому рядышком я поставлю еще один такой же бантик. Беру ленточку, делаю из нее петельки. В этот раз я сделаю две петельки. В прошлый раз сделала три. Отрезаю лишний край ленточки. Для того, чтобы петельки лучше держались, я скреплю их при помощи термоклея друг с другом. Немножко расправляю сами петельки за счет того, что они у меня металлизированы, и они хорошо поддаются форме, и хорошо ее держат. И края я отрезаю вот так вот уголочком. Получился вот такой бантик. И его я приклею рядом с этим бантиком, который мы делали вначале. Переворачиваю бантик, снизу наношу термоклей, приклеиваю его рядышком с тем бантиком, который мы уже приклеивали. Вот и все. Наш с вами рождественский веночек готов. Ну вот и все. Наш с вами мастер-класс подошел к концу. Я очень надеюсь, что этот видео мастер-класс вам понравился, и вы тоже готовы сделать этот веночек своими руками. Если это действительно так, то обязательно поддержите меня, нажав палец вверх. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мои соцсети, инстаграм, группа ВКонтакте. И обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы следить за новинками мастер-классов. И до встречи на следующих мастер-классах. С вами была Анна Тюмерова. Пока-пока!